Девушки отдыхают Давно мы живем в евразийском государстве, но что-то в этом городке заждались, морозы нас не баловали. И вот теперь наконец мы сможем крепануться, одеть зипуны, одеть бурки, каты, ходить по этим улицам и дышать морозным воздухом, как когда-то наши деды и отцы дышали им под городом Сталинград. А почему там? А потому что сегодня некая группа прибыла на эту площадку. Группа, играющая очень странный рок, настолько странный, что более мне сказать нечего. Будем общаться вместе с ними далее по ходу пьесы и выясним, что же это за рок или трипска, путешествующая ска. И вот, дорогие друзья, группа 69. Смотрите и наслаждайтесь в эти морозные деньки. Первая композиция называется «Спорт вреден». «Спорт вреден» «Я поднимаю гирю и ставлю тебе на яйца. Это не повод, чтобы этому так изумляться. Вокруг только жрецкие стены. И если судьба улыбнется, вам сорок минут без замены Атаковать баскетбольные кольца. Спорт вредит, спорт вредит, спорт вредит, спорт вредит, вредит, поверьте на слову. Спорт вредит, 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Не прыгай, не плавай, не целься Не делай дурацких поступков Сиди на диване и смейся Как однообразно прыгает пупка Читай современные книги Забись изучением религий Поставь рубль 69 Все лучше, чем тупо За мячиком бегать Спорт вреден Спорт вреден Спорт вреден Спорт вреден Вреден Поверьте на слово Спорт вреден Спорт вреден Спорт вреден Спорт вреден Вреден Поверьте на слово Чай Овоща Овоща Спорт вреден Так сказал чай Спорт вреден Спорт вреден Он плохо изучен пока Спорт вреден Пока ты у спорта в руках Спорт вреден 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 Мой папа-энтомолог выяснил недавно, что спорт действительно неполезен человеческому организму. Следующая песня программная, называется она «Дико Бразз». Это одна из самых старых наших песен про любовь. «Дико Бразз». «Дико Бразз». Если меня будут есть, пусть им мешают хрящи, пусть куску не пролесть. Если в желудке урчат, пусть свинцовый костынь еще дешевел, пусть им мешает шерсть. Если меня будут есть, если меня будут жрать. Разрешаю своим глазам между зубов вылезать. То ты там, то тут, то там. Я уверен, что ты не поймешь, даже если я все объясню. Я раскинусь, как танковый еж. А ты заглотишь плесно. Плесно. Если меня будут жрать, ядовитые иглы мои. Они взборят красивый твой зад, застрянут внутри. Пусть будет больно сидеть, если меня будут есть. Пусть будет трудно дышать, если меня будут жрать. Пусть будет трудно дышать, если меня будут жрать. Пусть будет трудно дышать, если меня будут жрать. Вот такая пафосная композиция. Под праздничное улюлюканье третья композиция, которая называется «Нам нельзя теперь любить друг друга». Нам нельзя любить друг друга. Про любовь и про ее антипода. Про секс. Про любовь и про любовь и про любовь и про любовь. Нам нельзя любить друг друга. Я Монтеки, ты фашист. Нам нельзя гулять по скверу. Я Ротвиллер, ты эспец-садист. Я Ротвиллер, ты эспец-садист. Нас не любят гандальеры. Ты шалава, я матрос. Нам не дать друг другу клятвы. Я в метро, а ты в гробу. Я выходил я... У-хо-хо-хо-хо! Мы различные сосуды! Три торта, я кальян! Нам нельзя уплыть отсюда За могучий океан буян Потому что мы с тобою Парохода и гольфстрим Потому что оболюбим Я ментов и легкий слез Нам нельзя убить друг друга Ты там, а я нас ждал Нас не видно ниоткуда Ты вставная челюсть Я ведро планеты в парк А теперь реклама Дорогие друзья, пока еще не реклама Телезритель, ты видел, что творится в студии? Это те, кто смогли пробраться сквозь коварство мороза и прийти сюда Поэтому приветствуем тебя, телезритель, телезрительница И все такое на канале О2ТВ Шоу «Брать живьем» Мы чуть не взяли живьем дикобраза, но... Некшисти, некшисти Некшисти, капитулирован Хочется узнать, вы уже сняли метафизическую гирю со своих гениталий Которую вы поставили в начале исполнения вашей песни? Вы неверно трактуете лирику моих стихов Я поставил ее оппоненту, но не себе Все понятно Но в чем же заключается странность ваших выступлений? Может вы прочувствовали за свой второй визит в город-герой Москву? Странность наших выступлений? Но... Я могу пошутить, но в принципе нам-то это слабо заметно Потому что мы делаем, что делаем А это должно быть как бы более понятно зрителям Или вам, как ведущему, с интеллектом и все такое Пытаюсь работать, Олег, над этим Если бы вы нам рассказали, в чем странность Мы бы вам только вот чаю налили бы Я пока особой странности не заметил Потому что, как группа заявила, что даже мертвого они поднимают после третьей песни И вот, видимо, пришлось и мне вскочить и потрясти костями Чтобы окончательно не отпыкнуться в мир иной Кстати, Вальдемар, вы, по-моему, в группе самый олдовый мэн Да Поэтому вот эта стрижка под ноль, это чтобы казаться моложе? Или уже возраст? Это возраст Это ракетный окислитель Ракетный окислитель, который доставляет Иван, живущий в другой галактике? Разумеется, при том контрабандно Но так как он самый медленный барабанщик Сколько же ему приходится преодолеть мегапарсек, чтобы добраться до вас? На его волшебной палочке очень все быстро происходит Особенно, если феи помогают ему, да? Палочкой Конечно, конечно, так Эйни-бэни-раба, тримбли-бумбли-чамбли Феи круто рвались А вы используете какие-нибудь магические пасы во время своих выступлений? Все-таки цифры стоят у вас на заглавии Вы, значит, последователь движения нумерологов? Нет, я спешу всех разочаровать Цифры 69 не несут за собой никакой магической значимости Никакого намека Мы просто используем эти цифры в качестве защиты от злых сил, духов и проклятий, недругов Всего лишь А теперь мы прерываемся на рекламу И скоро будем снова вместе с вами Не уходи, телезритель, приходи снова Пока налей себе чаю И будем вместе общаться Телезритель, привет, чай выпьет Мы тебя приветствуем из морозной столицы нашей родины Города Буряк Городу Блин, из Москвы, короче, брат Сестра, старушка, бабушка, собачка и жучка И вот, славные парни в шоу «Брать живьем» на канале О2ТВ Группа 69 из Сталинграда Спасибо, браты Ну что, следующий сет имеет место быть и композиция, которую мы представим сейчас вашему вниманию Это три композиции, в принципе, одного такого настроения, одного характера Которые для нас совершенно не характерны Вот Такая мулька Она называется «Алеша» Алеша на теле креста не носил Алеша на камбул с консервы грузил Консервы из печени рыбы и грыл И пузель и синие эско лбалы О 2ТВ Лёша на плоти Лёша картофель не чистил супы Лёша бордовые кушал грибы Всю ночь она вахте вязала гамаки Пиковой верёвкой крутил косяки Лёша на плоти Лёша на плоти Лёша на плоти Лёша на плоти За этой лонью взлюбил Посейдон И бру кораблику кинул в токон А Лёша теперь в океане живёт Как консервы из рыбы Лёша на плоти Лёша на плоти Дальше, чтобы не снижать накала происходящего, здесь выходит тоже адресное, называется «Коля Ерунда». «Коля Ерунда» «Коля Никакой» «Коля Никакой» «Коля Никакой» «Коля Никакой» «Коля хочет кушать, но не помнит, как желать». «Коля хочет сушить, но не помнит, как куда, чего у Коли». «Коля Ерунда» «Коля Ерунда» «Не свистите, у меня денег не будет». И третья композиция этого замечательного сета, называется она «Разные ноги». «Разные ноги» «Разные ноги» «Разные ноги» «Разные у меня длины, что же их делать не пойму, хоть убей». «Ты смеешься надо мной и над тем, как я танцую брейк». «Ты не умная, пойми, что годы не вернуть уже». «И красавцы не клюют, и посель твоя пуста». «Ха-ха-ха-ха!» «Что же ноги неравны в разные стремятся стороны?» «Это вовсе и не парадокс, эта жизнь так шутит надо мной». Пусть ношу я нестандартные штаны Можно женщину любить и совсем без ног Без ног! Без ног! «Коше Аплодисменты» «Коше Аплодисменты» Вот на небо вышло две луны, Если сможешь, посмотри наверх. Два жирафа залезают, как своих подруг, И мне до нас. В этом мире все немного неравны, Что уж говорить о нас с тобой, Ты танцуешь, а ты ползёшь! Стой! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А что за коллективы вдохновили вас? Вот что это за были за коллективы-то? Еще раз, а то я что-то не расслышал. Старость, понимаете. Старость. Что за коллективы были, в которых вы костями трясли в Волгограде? А, ну тогда все играли, было модно, я пришел из армии, там ребята собрались на квартире, купили какой-то аппарат. Так-так-так, ускоряем, ускоряем. И что, что, что? И сыграли раз, два, три, потом не стали популярными, развалились, организовали вторую группу, она стала более популярной, стала путешествовать даже по... Так-так-так, проматываем, проматываем. Проматываем. В конце концов все распалось в 2000 году, а вот два года назад мне предложили играть в новой группе, я с удовольствием согласился и играю до сих пор. Ха-ха, счастливы? О, безумно. Олег, ну а у вас-то какой был трип? Я не столь велик на моей родине, как этот джентльмен, вот, но я тоже кое-что стою. Вот, я играл в группе «Братья Кирогазовы», потом была еще группа, мы играли такую странную какую-то смесь непонятных мелодий, вот, которая на Западе зовется Инди, Индепендент такой, размытые очень понятия. Потом меня пригласили попеть в группе «Вредные привычки», нечто такое, пантерообразное такое. Ну я думаю, у вас хорошо получилось. Правду, правду доказывали людям. Вот, а потом у нас погиб басист, и я долго находился в трауре, потом меня пригласили сюда точно так же. Здесь мы наконец-то... Здесь мы встретились, обрели друг друга и счастливы вполне. И вот по этому поводу нам сейчас поступил звонок. Здравствуйте, говорите. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Это Уфа. Так, 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 я, извините, не расслышал. Уфа. Уфа, Уфа, привет. Такая солидная задержка связи. Хотел бы передать большое спасибо ребятам, очень классная музыка. Очень приятно было услышать о пантере. Ребята, очень зачувствую, что когда вы пережили гибель своего товарища, вот, жаль. Ну, вопросик у меня такой. Вот смотрю эфир и просто не понимаю, почему зрители не колбасятся у сцены. Я думаю, что для каждого музыканта, наверное, это проблема. То, что... Хотелось бы видеть, ведь работа музыканта, это не просто работа на сцене, а это работа с залом. Большое спасибо. Пожалуйста. Вы хотите узнать причину, наверное, почему люди не колбасятся? Ну, не знаю, возможно, и слишком удобные сиденья для того, чтобы из них вставать. Может, их держит там какая-нибудь... Как это? Какая-нибудь эдикция алкогольная. Или, не знаю, там... А может быть, все те же присловутые... Не важно, в принципе, не важно. Присловутые разные ноги. Люди сидят. Может, у них разные ноги, да. И вообще протилематично им танцевать, не ходить. А может, это просто настоящие мужики, которые, в принципе, не танцуют. Вот у меня вопрос к Александру. Известно, что вы... Кстати, вот я... Но это слово паразит, буду с ним работать. Александр, а что? По поводу слов паразитов мы разговаривали, по-моему. В Урюбинске находится колония шотландцев, которые были сосланы туда когда-то при Петре Первом. Возможно. Возможно. То есть, как... Дело все в чем. На самом деле, к Шотландии не имею никакого отношения, кроме юбки. Вот. Зато имею отношение к Урюбинску. Я тут родом. Поэтому... Моя маленькая родина. Казачий край. Казачий городок. Приятно слышать. Но вот опять кто-то пробился из телезрителей. Телезритель, приветствую тебя. Или вас. Эфир. Алло. Да-да, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Альмитиск вас беспокоит. Вопрос к группе... Точнее, к центровому. Откуда такой милистаристический прикид? Приветствую. 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 Парни, пусть у вас будет время для того, чтобы подумать на этот каверзный вопрос. Потому что сейчас мы сделаем опять рекламную паузу. Что-нибудь там прорекламируем. Кайфовое на канале О2ТВ. А вы пока соберитесь с мыслями. До скорой встречи, телезритель. Сейчас мы вам ответим. Через 2-3 минуты. Телезритель, и вот мы снова встретились с тобой, с вами, со всей планетой, которая смотрит канал О2ТВ и программу «Брать живьем». Итак... Ответ. Олег. Отвечает Друсь. Откуда такой милистаристский прикид или милистаристический? Я купил его в секонд-хенде всего лишь. Ответ просто. А это... Кстати, это тоже в секонд-хенде. С женской вешалки. Вас это не пугает? Телезритель. Олег, видимо, вы приобрели тельняшку для женщин, да? В военно-морском магазине. Или это вам оставил Алеша? Это были кровавые женские пехотинцы. В красную полоску, чтобы их не было видно на фоне общего. Общие массакры такой. Общие подводные массакры. Массакры. С рыбой пила. Ну, парни продолжают, а мы восхищаемся вместе с вами, дорогие телезрители. Следующая композиция называется «О свинье и сатане». Есть или не есть, это главный вопрос. Это не не месть, это даже не злость. Счастье, 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 вот такой ценой платим мы друг другу. Мы сидим в кафе, ужин при свечах. Варится свиная башка в овощах. Говоришь ты мне о своих вещах. И неприязни к мужу. Что тут мы хотим, все о чем-то большом? О стране чудес, о заводе с вишном. Кто это пугает меня за окном? Стучит копытом. Что тут говорить, все желают котлет. Лезвие ножа отражает рассвет. Пятаки свиные нам светятся взгляд. И просят вместе. Весь свинину дьяволу служить, Как ты хочешь жить. Кушать райский червец Или кости вечно глотать на могиле. Вот придет, придет, ты постой непростой. За тобой придет мускулистый босой. Дьявол со свиной головой И утащит пюнушку. Будет он кормить тебя вкусной едой, Будет хохотать и мотать головой, Превратить тебя своей левой рукой В хрюшку. Тяжело выходить из образа. Следующая песня носит название, Блин, тоже гастрономическое. Назовется она «Рыба-уха». Рыба-уха-чепуха. Вот так вот. Такое менюшное такое название. Рыба-уха-чепуха. 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 Рыбы дохнут на тучи, Рыбы дохнут на тучи, О тучи, от науки, А люди брут на тщепуте. Я так могу, долго могу Тихо лежать на берегу Чайки летят, месяц торчит Мне так к лицу холодный гранит Ждёт меня дома рыба-мать А меня уже можно не ждать Не попасть мне на рыбий погод Мне чистят хвост Рыбы дохнут, а тухи Рыбы дохнут, а тухи А тухи, а тухи А люди мрут о чепуке Рыбы дохнут, а тухи Рыбы дохнут, а тухи Рыбы дохнут, а тухи А тухи, а тухи А люди мрут о чепуке 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 Держит меня Мужик с бородой Сердце моё Кидает в прибой Крупную соль Втирает в боках Как же здесь высоко Облака Сердце плывет, волочит кишки Кушать на берег плывут мальчишки Эй, торопись, скоро будет уха Но для вас это все чепуха 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 Скепуха Чепуха Вот Вот. Это из новенького, между прочим. Такое, какое-то странное. И еще одна композиция перед болтанкой. Называется она «Марш милитаристов» или «Мне плохо без войны». Поэтому я в таких штанах. «Марш милитаристов» Я живу, напеваю зоб, загорелый троп, я синевый гроб. Я тебя люблю и целую вновь. Шкунь костры, дни моей длины. Милая, прости, мне плохо без войны. Ах, кто слив, я сильней, в козь и в гриф. Режь свиней добивай. Кто слабей. Эй, с плеща, в похолей. Эй, за мной, соколы. Мы друг с другом связаны. Милая, прости, мне плохо без войны. Милая, прости, мне плохо без войны. Милая, прости, мне плохо без войны. Эй, ой. Эй, ой. Эй. 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 Ты мне налей, рви копье из груди, Я живой, подходи! Красные плащи крови не видать, Но любовь и пищи будем пировать. Я кормлю людей из чужой косты, Ах, как хорошо и плохо без войны! Я кормлю людей из чужой косты, Ах, как хорошо! Спасибо! Вот следующие три песни. Рота, стой, раз, два! Да, энергично! И по этому поводу, мне вот знаете, пришли такие мысли, что когда звучит, особенно последняя мелодия, ну, понимая, в Саленград там слишком много было пролито крови самых разных людей, то вы мне ассоциируетесь с группой 69, но группой керамических изделий. Есть такие в интернете, точно! И я хочу дать характеристику. Послушайте, пожалуйста. Сразу представляются кирпичи, блоки, плитки и другие керамические изделия из кремнеземистой каменной муки. Например, кизельгура, триполита или других аналогичных пород. Вы не чувствуете в себе... Скажи, архитектор! Что это за страх? Архитектору отвечать! Это какие-то raw material, я не знаю. Слышишь, я raw material? Сырой материал! Сырец! Сырец? Да. Может быть, мы похожи, конечно, на сырец. Но мы стараемся. Стараемся. Растем профессионально. Сырец! А может, тонкий намек раскушен? Как он на вкус? Что? Есть привкус кремнеземистой муки? Нет. Есть привкус хины небольшой. Вот слышал из зала крики и одергивания за пуловер. Есть вопрос? Пожалуйста. Подходите сюда, молодой человек. Здравствуйте. Я обращаюсь к фронтмену группы. Вопрос подсказан его внешним видом, костюмом, манерой поведения. Значит, ваше отношение к группе Ксету Путному и группе Аналкант? Или Эйналкант? Как вам удобнее? Спасибо. Эта группа есть у меня в коллекции, но я отнюдь не ее фанат. И вообще не фанат порно-грайнда как такового. Вы очень выглядите колоритно для этого жанра. Для трипска? И для порно-грайнда в том числе? Ну, может быть. Зачем будем судить друг друга по внешнему виду? А провожать-то будем по уму? Вот именно. Так что вы просто... А, впереди еще один... Ну, штаны-то штаны, господи, они выцветут и... Да и бог с ними, со штанами. И все. И останутся только желтые пятна, а все остальные сейчас... Вы же не знаете, что у меня под штанами там одеты. Ну, видимо, великий ум... Наши кости арматура. Видимо, арматура там находится, как спел один дядя Чистяков. Не знаю. Спасибо. А теперь маленькая реклама, дорогие друзья. А потом снова вопросы и музыка. Про альбом, про творческие планы, про то, в какие города группа приедет еще. Я думаю, что если будете звонить чаще, то они будут и приезжать туда, откуда их будут звать. Группа 69, Волгоград. И следующая композиция называется «Жемчуг». Жемчуг. Жемчуг. И. Жемчуг. И, по rangesи ее Чув припои шотландского морю Нервы мои успокоят жемчужные ванны Две сосны, чтобы мачта была, Две блесны, чтобы рыбу ловила жена Рыбы по отмели рыжей плывут, Сынного жемчуга тайную ловлю в беду Станет река льдом, строить начну дом Парусом на яркий атлас Тихо плыву на часа полночь Рыбы плывут на морском дне, Сила мужская приходит ко мне Сонно глотаю морской камень, Девки худые танцуют для нас джигу Рыбы плывут на морю Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дим! 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 Женщины свисают с люстр, вывалив наружу бюсты. 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 Спасибо большое. Много души вложено в эту песню. Дорогие друзья, и вот остается еще несколько секунд до того славного момента, когда наше шоу подойдет к финалу. Может быть правильнее сказать. Очень приятно, что группа 69 сегодня прозвучала на этой сцене, принесла сюда сталинградский угар и волгоградскую широту. А вообще 69 это очень интересное число. И я думаю, что вместе, если его сложить, получится восьмерка, бесконечность. Так что удачи вам, ребята, на этих просторах от плюс до минус бесконечности. И песню на бис, пожалуйста. И последняя композиция, которая называется «Альпеншток». Альпеншток — это такой альпинистский молоток специальный, крюковообразный. Да, Альпеншток. Мне скажите вежливо, где найти мне нежного, человека снежного? Он мое сердце украл. И во льду закопал. Я хожу по берегу, Сомаком берегу, Вдруг по телу будто тот, Я нашел Альпеншток. 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 Спасибо, Гигантский! Продолжение следует...